Здравствуйте. Александр из Калуги пишет. У меня был стресс пару лет назад. Были проблемы с партнерами по бизнесу. Деньги потерял. Тогда же начал плохо спать. Потом все устаканилось. Казалось бы и сон должен нормализоваться. Но сплю все равно плохо. Что посоветуете? Александр, дело в том, что на фоне хронической стрессовой ситуации действительно развивается бессонница часто. Просто стресс мешает заснуть. Но проблема заключается в том, что если этот стресс тянется недели и месяцы, то развивается хронизация бессонницы. У человека начинает совершать ряд логических ошибок, когда он борется с такой бессонницей. Если у него не получилось заснуть, он пытается заснуть. Он лежит, пытается, у него не получается, но он все равно старается заснуть. Он пытается добрать плеч раньше, встать попозже. У него закрепляются условные отрицательные рефлексы, что постель это-бессонница. И я скажу, что может проблема уже закончится со стрессом, но достаточно три месяца хронической стрессовой ситуации, и уже бессонница будет абсолютно самоценным заболеванием на фоне закрепившихся отрицательных рефлексов и дезадаптивного поведения. И в этой ситуации, вы не одиноки, я хочу сказать. Недавно я консультировал пациентку, которая три года назад у нее была проблема с мужем, развод, начался, соответственно, бессонница началась. Но после этого она получила замуж, она родила ребенка, у нее все хорошо, у нее прекрасная работа, на которую она уже вышла. А бессонница прогрессирует. И вот именно та ситуация, когда бессонница становится самоценной проблемой на фоне еще раз негативного мышления, что все проблемы от бессонницы, дезадаптивного поведения, когда человек пытается заснуть, у нее не получается. Вот в этой конкретной ситуации нужно уже заниматься так называемой когнитивно-поведенческой терапией, бессонницей. Это очень эффективная методика, которая отучивает человека от всевозможных, если так можно выразиться, плохих мыслей и того, как неправильно спать. Но я хочу сказать, это требует от человека достаточно выраженного усердия в течение шести недель. Но за шесть недель больше 80% пациентов мы вылечиваем от хронической бессонницы. И поэтому я вам посоветую обратиться в наш центр. Мы можем вам эффективно помочь, причем мы можем это делать как непосредственно у нас в центре, так вы из Калуги, можем делать это дистанционно с помощью WhatsApp или Viber или, соответственно, Skype. То есть мы можем проводить эту программу дистанционно, это психологическая программа помощи и она очень эффективно позволяет бороться с бессонницей. Всего вам хорошего, удачи и спокойного сна.